Добрый вечер, товарищи! Добрый вечер! В начале программы коротко об основных событиях дня. Сегодня под председательством Михаила Сергеевича Горбачёва состоялось заседание Президиума Верховного Совета СССР. В 18 часов 50 минут стартовал советско-французский космический экипаж. На его запуске присутствовал президент Франции Франсуа Меттеран. Завершились советско-французские переговоры на высшем уровне. В Варшаве открылась встреча руководителей парламентов Европы, США и Канады. ВВС Израиля совершили налет на пригороды Сайды. В Канаде произошло крупнейшее за последние 50 лет землетрясение. А теперь более подробно об этих и других событиях. Сегодня в Кремле под председательством Михаила Сергеевича Горбачёва состоялось заседание Президиума Верховного Совета СССР. Рассмотрены вопросы, связанные с проведением внеочередной 12-й сессии Верховного Совета 11-го созыва. Одобрены предложения о повестке дня и порядке работы сессии высшего органа государственной власти страны. Президиум Верховного Совета СССР подвел итоги всенародного обсуждения проектов закона об изменениях и дополнениях Конституции СССР и закона о выборах народных депутатов СССР. С сообщением Комиссии законодательных предположений Палат Верховного Совета СССР выступил Георгий Петрович Разумовский. Он отметил, что в этой важной политической кампании активно и заинтересованно участвовали миллионы советских людей. Проекты законов широко обсуждались на сессиях советов, в трудовых коллективах, общественных организациях и самодеятельных объединениях граждан. Поступило свыше 250 тысяч откликов, содержащих конкретные предложения и замечания. Основная направленность обсуждения – широкая поддержка законопроектов. Советские люди видят в них реальное воплощение решений 19-й Всесоюзной конференции КПСС. Важный этап практической реализации концепции перестройки – возрождение советов в ленинском его понимании – формирование социалистического правового государства. В абсолютном большинстве откликов содержались конструктивные предложения, уточнение некоторых статей законопроектов, пожелания, направленные на углубление наметившихся в стране демократических преобразований. Вместе с тем высказывались критические замечания, возражения против отдельных положений этих документов. Все предложения и замечания, поступившие в Президиум Верховного Совета СССР, обобщены и рассмотрены подготовительной депутатской комиссией, комиссиями законодательных предположений палат. Затем в обсуждении приняли участие первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии товарищ Соколов, председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР товарищ Гилашвили, председатель Президиума Верховного Совета Латвийской ССР товарищ Горбунов, председатель Президиума Верховного Совета РСФСР товарищ Воротников, председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР товарищ Астраускас, Председатель ВЦСПС товарищ Шалаев Первый секретарь ЦК ВЛКСМ товарищ Мироненко Председатель Президиума Верховного Совета Украинской ССР товарищ Шевченко Итоги обсуждения подвел Михаил Сергеевич Горбачев Прежде всего я хочу сказать всем вам, что и ЦК, и Президиум, аппарат, и партийный, и Президиум Верховного Совета Постоянно держали в поле зрения весь ход дискуссии по вынесенным на всенародное обсуждение проектам, имеющим огромное значение для нашей страны, для перестройки Причем к анализу и обобщению замечаний были привлечены крупные ученые, специалисты и, я скажу, представители союзных республик Особенно на последнем этапе, когда уже комиссии законодательных предположений вышли на этап формулирования уточнений и так далее Практически почти все республики здесь побывали, а кое-кто и два раза побывали Это первое Второе, я думаю, что вы обратили внимание, что в итоге мы вот такого демократического процесса обсуждения этих документов Имеем сегодня проекты законов, которые значительно отличаются от опубликованных ранее, вынесенных на обсуждение И мне кажется, что эти изменения улучшают эти проекты, а главное они выражают настроение подавляющего большинства трудящихся страны У них учтены многие замечания и устранены некоторые записи, которые вызвали настороженность и непонимание Действительно, товарищи, надо иметь в виду, это и нам надо всем иметь в виду Многие предложения, они выходят за рамки тех вопросов, которые мы на первом этапе должны решить И они не исчезают, они не проваливаются куда-то бесследно Они остаются именно и включаются в разработку, будут включены в разработку При осуществлении второго этапа реформы, когда мы выходим вот на проблемы гармонизации союза, центра и союзных республик, автономии и так далее Это у нас важнейший будет и так, не менее важный, товарищ, не менее важный, потому что здесь и накопились и проблемы Так что вот тексты проектов законов перед нами уже улучшены с учетом этого обсуждения Какое мнение члену президиума? Будем выходить с ними на сессию? Так, да? Не возникает ни у кого других мнений? Нет Тогда принимаем постановление по этому вопросу, оно у вас есть, товарищи? Есть Решили На заседании президиума был рассмотрен вопрос об актах, принятых Верховным Советом Эстонской ССР на внеочередной сессии 16 ноября 1988 года С развернутым заключением, представленным комиссиями законодательных предположений, собравшихся ознакомил товарищ Разумовский Затем в прениях выступили Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР товарищ Рюйтель Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана товарищ Колбин Председатель Президиума Верховного Совета Белорусской ССР товарищ Таразевич Председатель ВЦСПС товарищ Шалаев Председатель Президиума Верховного Совета Таджикистана товарищ Паллаев Председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР товарищ Акматов Председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР товарищ Хабибуллаев Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР товарищ Татлиев Первый секретарь ЦК Компартии Украины товарищ Щербицкий Ткачиха товарищ Гаврилова В связи с несоответствием Конституции СССР некоторых положений закона и декларации Принятых Верховным Советом Эстонской ССР 16 ноября Президиум Верховного Совета СССР признал их недействующими Одновременно сочтено целесообразных в рамках следующего этапа политической реформы Разработать на основе конституционных норм систему мер и государственно-правовых механизмов Имея прежде всего в виду возможности Совета Национальности и Верховного Совета СССР И создаваемого Комитета Конституционного Надзора СССР Для обеспечения политических, социально-экономических интересов союзных республик Расширения и защиты их суверенных прав в Союзе ССР Комиссиями законодательных предположений Совета Союза и Совета Национальности и Верховного Совета СССР поручено разработать с участием союзных республик соответствующие предложения И внести их на рассмотрение в неочередной сессии Верховного Совета СССР В заключение с большой речью выступил Михаил Сергеевич Горбачев Подробный отчет о заседании Президиума Верховного Совета СССР Будет показан по первой программе Центрального телевидения Завтра, 27 ноября в 19 часов 29 ноября в 10 часов утра в зале заседания Верховного Совета СССР В Большом Кремлевском дворце совместным заседанием Совета Союза и Совета Национальности Откроется внеочередная 12-я сессия Верховного Совета СССР 11-го созыва Заседание Советов Старейшин обеих палат Верховного Совета СССР состоится в тот же день в 9 часов утра Регистрация депутатов производится с 10 до 19 часов в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца В ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР поступили многочисленные поздравления и приветствия от советских и иностранных граждан, трудовых коллективов, государственных и общественных организаций, воинов советской армии и военно-морского флота, зарубежных партий, движений и правительств в связи с 71-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции Советские люди в своих письмах и телеграммах выражают поддержку курсу 27-го съезда и 19-й Всесоюзной конференции КПСС, подчеркивают глубокую взаимосвязь развернувшейся в стране перестройки с идеями октября Вместе с тем высказывается озабоченность негативными явлениями в общественном развитии, отмечается необходимость последовательного осуществления начатых преобразований Приветствия, поступившие из-за рубежа, свидетельствуют о большом интересе международной общественности к нашей перестройке ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР выразили благодарность и признательность всем за поздравления и добрые пожелания в связи с 71-й годовщиной Великого Октября 26 ноября в Кремле состоялась заключительная встреча Михаила Сергеевича Горбачева и президента Французской Республики Франсуа Миттерана, находящегося в Москве с рабочим визитом В широком плане были подведены итоги обсуждений, начавшихся 25 ноября в ходе встречи один на один, переговоров двух делегаций и продолженных на неофициальном обеде С обеих сторон было выражено глубокое удовлетворение совпадением позиций по многим вопросам, состоявшимся дискуссиям по международным делам и конкретным сторонам двусторонних отношений Особое внимание на беседе было уделено Европе, выдвинутому Михаилом Сергеевичем Горбачевым проекту строительства общеевропейского дома Этот проект был охарактеризован президентом Франсуа Миттераном как «великая идея» Если иметь воображение, интеллектуальную смелость, говорил президент, то нетрудно представить себе европейский континент, все расположенные на нем страны, как новую общность, связанную новыми отношениями, в рамках которых каждый остается сам собой, но все сотрудничают во имя совпадающих целей Михаил Сергеевич Горбачев, поясняя ход своих размышлений, которые привели к выдвижению идеи общеевропейского дома, сказал «Все соображения, которые выдвигались с нашей стороны, опирались на понимание значения хельсинского процесса И все строительство общеевропейского дома должно рассматриваться как продолжение пути, начатого в Хельсинки Меня, продолжал Михаил Сергеевич Горбачев, иногда упрекали в том, будто говоря об общеевропейском доме, я хочу то ли подорвать хельсинский процесс, то ли отстыковать Европу от Америки Абсурд! Хельсинский процесс – великий процесс Этот процесс уже породил немало ценностей и философского плана, и политического, и практического Его надо сохранять и углублять Далее президент Франсуа Меттеран обсудил с Михаилом Сергеевичем Горбачевым некоторые разрабатывающиеся во Франции идеи, касающиеся наполнения проекта общеевропейского дома конкретным содержанием Шел активный совместный поиск таких идей, которые имели бы общие для всех европейцев значения, реализации которых не мешали бы существующие политические и идеологические различия между Востоком и Западом В частности, говорилось о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды, в деле разработки и внедрения новых высоких технологий О сотрудничестве в области медицины и биологии, о создании новых систем телевидения и шире видеотехники Подчеркивалось значение существенного расширения культурного обмена между Востоком и Западом, Советским Союзом и Францией Реализация всех этих замыслов, говорил Михаил Сергеевич Горбачев, потребует, конечно, немалых трудов Важно, чтобы европейцы научились думать масштабами всего континента, всей европейской цивилизации Пока что этого умения не достает ни на Востоке, ни на Западе Опыт нашей перестройки показывает, пока не произойдет поворота в мозгах, движения в политике, в практике не будет Решение практических вопросов будет упираться в нерешенность концептуальных проблем Поиск новых общеевропейских проектов и решений, продолжал товарищ Горбачев, должен вестись таким способом, чтобы стимулировать не замкнутость отдельных регионов Экономических или политических образований, имеющихся на континенте, но их прогрессирующую интеграцию Там, разумеется, где это возможно С обеих сторон было выражено твердое намерение содействовать скорейшему завершению Венской встречи Началу переговоров по обычным вооружениям в Европе Имеющиеся еще проблемы, по мнению собеседников, могут быть решены В этой связи был затронут вопрос о предложенной Советским Союзом конференции по гуманитарным проблемам в Москве Руководители стран Запада, говорил Франсуа Миттеран, обсуждали это предложение Считают, что конференция может иметь место Однако для этого нужно, чтобы Советский Союз сделал дополнительные шаги В плане реализации положения Хельсинского заключительного акта, в частности, касающегося прав человека Михаил Сергеевич Горбачев заявил в этой связи, что Советский Союз находится сейчас на новом этапе развития Мы осуществляем глубокую демократизацию, гуманизацию нашего общества Это потребность дальнейшего развития и совершенствования социализма Многое делается в плане обогащения прав человека И создания более прочных гарантий их реализации Претензии по этой части нам предъявляют Но мы ведь тоже можем их предъявлять Франсуа Миттеран согласился с этим Он сказал, что, по его мнению, в области индивидуальных прав личности на Западе сделано немало Но в том, что касается коллективных, социальных прав Западу еще нужно добиваться прогресса Мы, заключил эту часть дискуссии Михаил Сергеевич Горбачев Никому не навязываем предложенный нами проект Если для западной стороны он не подходит, мы можем и подождать с его реализации И до московской конференции дело дойдет Франсуа Миттеран сказал в ответ Самое важное, чтобы с обеих сторон давались друг другу знаки доброй воли Наш диалог, подвел итог беседы Михаил Сергеевич Горбачев Был кратким, но плодотворным Думаю, мы можем выразить удовлетворение проделанной работой И с точки зрения наших двусторонних отношений И с точки зрения взаимодействия По вопросам европейской и мировой политики С этим выводом полностью согласился президент В будущем году, сказал Франсуа Миттеран Франция радушно примет советского руководителя с официальным визитом Сегодня Франсуа Миттеран отбыл из Москвы на космодром Байконур На Внуковском аэродроме его провожали товарищ Лукьянов Другие официальные лица Вместе с президентом Франции на Байконур отбыл товарищ Шелун Сегодня в 18 часов 50 минут московского времени В Советском Союзе произведен запуск космического корабля Союз ТМ-7 Корабль пилотирует международный экипаж Командир, герой Советского Союза Летчик-космонавт СССР Александр Волков Бортинженер Сергей Крикалев И космонавт-исследователь, герой Советского Союза Гражданин Французской Республики Жан-Лук Ретьен Предлагаем вашему вниманию репортаж с космодрома Байконур На наших экранах ракеты-носитель Союз Первые обслуживания уже отведены И я только что по этой связи услышал команду, что возведен САС, система аварийного спасения И до спуска осталось совсем немного времени На столе у нас стоит вот такой макет целого комплекса И я попросил предоставить этот макет, потому что он очень наглядно показывает одну из основных целей и задач экспедиции Вот здесь вы видите небольшую конструкцию, которая развернута в космосе Именно такую конструкцию должен будет развернуть в космосе Жан-Лук Ретьен Когда он выйдет за пределы орбитальной станции Это один из самых основных, один из самых интересных экспериментов, который называется ЭРА Мы уже опередили немножко время и сделали такой макет И сейчас мы можем наглядно вам показать вот эту уникальную, удивительную конструкцию Она будет развернута в космосе И с помощью этого эксперимента будут проверены законы построения, может быть, в будущем больших модульных систем, солнечных батарей и солнечных станций Сейчас я повторюсь связаться с космонавтами И мы сможем с ними поговорить в последнюю минуту перед стартом И космонавты сделают традиционные заявления, которые они делают перед запуском Донбасс, я заряд 25, как слышите меня? Заряд 25, я Донбасс, слышу вас отлично Тоже слышим вас хорошо Дорогие соотечественники, друзья Предстоящая совместная работа с экипажем орбитального комплекса МИР Предусматривает проведение многочисленных медицинских исследований и технических экспериментов Как на отечественной аппаратуре, так и на аппаратуре, созданной французскими специалистами Второй полет советских и французского космонавтов Ведетельствует о дальнейшем расширении плодотворного сотрудничества Советского Союза и Франции В мирном освоении космоса в интересах обеих стран Нам предстоит совершить полет на корабле Союз и станции МИР За два года, проведенных моими товарищами в звездном городке для подготовки к работе в космосе Я еще сильнее убедился в том, что франко-советская дружба является не просто фразой, а реальностью Согревшей наши сердца и обогащающей наши страны Я искренне благодарен всем, кто в Советском Союзе и Франции способствовал успеху этого полета Как в политическом плане, так и в научном и техническом аспекте Я сделаю все возможное, чтобы этот полет моими товарищами стал образцовой экспедицией И новым свидетельством высокого уровня советско-французского космического сотрудничества С наблюдательного пункта Франсуа Миттеран связался с бортом космического корабля Союз ТМ-7 Президент Франции приветствовал экипаж корабля, пожелал успешного старта Ажан-Лу Кретьену передал привет от его близких, жены, сына, которые присутствуют на старте Вы похожи сейчас на современного рыцаря в космических доспехах, сказал Франсуа Миттеран Я считаю, что Франции нужно больше таких мужчин Участие космонавтов Франции в орбитальных полетах совместно с Советским Союзом должно быть постоянным Эта работа приносит большую пользу народам у обеих стран Эта работа приносит большую пользу и Советскому Союзу, и Франции Франсуа Миттеран пожелал успешной работы всем членам Советско-Французского экипажа на орбите Возвращения на Землю Мы можем вам показать гостевую трибуну, которая готовится к встрече гостей Около 120 журналистов приехало сегодня на космодром Байконур В течение последних 3-4 дней над Байконуром был густой туман по вечерам И французские коллеги, журналисты, специалисты, представители КНЕСа Представители официальной государственной делегации И очень волновались, что они не смогут посмотреть старт космического корабля во всей его красе Но сегодня, как по заказу, небо развеялось Облака исчезли, и сейчас тумана нет, ясное небо Сейчас на гостевую трибуну поднялись президент Франции Франсуа Миттеран Министр иностранных дел Эдуард Томбротевич Шеварнадзе Рядом с ними мы видим дублеров Мишель Тонини объясняет президенту Франции, видимо Какие операции происходят сейчас Отошла кабель мачта Мишель Томбротевич Шеварнадзе Ну а сейчас передаем биографии космонавтов Командир корабля, герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Полковник Александр Александрович Волков Родился 27 мая 1948 года в городе Горловка Донецкой области В 1966 году поступил в Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков Служил в учебном авиационном полку этого училища летчиком-инструктором Александр Волков член КПСС В 1976 году он был принят слушателем-космонавтом В Центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина А также в школу летчиков-испытателей За время летной работы Александр Волков освоил более 20 типов самолетов и их модификаций Имеет общий налет 2100 часов С 1979 года готовится к космическим полетам Свой первый космический полет Александр Волков совершил на орбитальную станцию Салют-7 В феврале этого года Волков был включен в экипаж для подготовки к совместному советско-французскому полету Волков женат, у него два сына Бортинженер Сергей Константинович Крикалев родился 27 августа 1958 года в городе Ленинграде В 1975 году поступил в Ленинградский механический институт Много занимался авиационным спортом Он мастер спорта по высшему пилотажу Работал авиатехником в Ленинградском аэроклубе Сейчас Сергей Крикалев работает в конструкторском бюро Принимает участие в испытаниях новой техники Управлении космическими полетами Крикалев прошел полный курс общекосмической подготовки После сдачи экзаменов он получил звание космонавта-исследователя В этом году Сергей Крикалев включен в состав советско-французского экипажа В качестве бортинженера для полета на космическом корабле Союз-ТМ и орбитальной научной станции МИР Крикалев Космонавт-исследователь, бригадный генерал Герой Советского Союза Жан-Лук Ритьен Родился 20 августа 1938 года в городе Ла-Рошель во Франции После окончания военно-воздушной школы 7 лет служил летчиком-истребителем боевых частей ВВС Франции Затем был слушателем школы летчиков-истребителей Отвечал за программу испытаний самолета Мираж Ф-1 Имеет общий налет более 5000 часов В 1980 году Критьен был направлен в Советский Союз для подготовки к совместному советско-французскому космическому полету Прошел полный курс подготовки к космическим полетам на корабле Союз-Т и орбитальной научной станции Салют-7 С 25 июня по 2 июля 1982 года Жан-Лук Ритьен совместно с космонавтами Владимиром Джанибековым и Александром Иванченковым совершил свой первый космический полет на корабле Союз-Т-6 Корабль был состыкован с орбитальным научным комплексом Салют-7 С 1982 года Жан-Лук Ритьен руководитель космических полетов Национального центра космических исследований Франции Руководитель отряда летчиков-испытателей создающегося во Франции космического корабля Гермес В 1986 году Жан-Лук Ритьен готовится ко второму совместному советско-французскому космическому полету Жан-Лук Ритьен женат Центральное телевидение вело прямой репортаж о старте космического корабля Союз-ТМ-7 с советско-французским экипажем на борту На космодроме Байконур состоялась пресс-конференция Франсуа Миттерана Он подвел итоги длившихся более семи часов бесед с Михаилом Сергеевичем Горбачевым Другими советскими руководителями Остановившись на вопросах разоружения, строительства общеевропейского дома А также сотрудничества в области экологии, экономики, культуры и науки Президент Франции отметил, что по этим проблемам решено продолжить совместные поиски с целью достижения конкретных результатов Вы в последний раз были с визитом в нашей стране летом 1986 года Почувствовали ли вы и в чем конкретно перемены, которые произошли в нашей стране? Мой визит был слишком коротким Мне трудно судить, поскольку я не был, как говорят, на местах Но если полагаться на заявления, конкретные шаги советского руководства В отношении перестройки и гласности То можно убедиться в очень широкой открытости Которая в последние два года целенаправленно проводится Советским Союзом И в этом может убедиться каждый Результаты этой политики безусловно разные В зависимости от сферы ее применения Во всяком случае, это важнейшее событие Современной истории И вам придется самим об этом судить Франсуа Миттеран также ответил на другие вопросы советских и иностранных корреспондентов Сегодня же на Байконуре Франсуа Миттеран дал интервью советскому телевидению Оно будет передано в понедельник, 28 ноября В первом выпуске программы «Сегодня в мире» Сегодня гостям был показан также корабль многоразового использования «Буран» На котором завершаются работы по оценке его состояния после посадки Перед тем, как проститься с космодромом Французский гость посетил памятные места Байконура Осмотрел экспозицию музея космонавтики Поздно вечером президент Франции отбыл из Советского Союза На аэродроме Франсуа Миттерана и его супругу Провожали товарища Вартнадзе, другие официальные лица, руководители космодрома Байконур Сегодня товарищ Рыжков принял членов французского правительства Сопровождающих в поездке в Советский Союз президента Французской Республики Миттерана Государственного министра, министра экономики, финансов и бюджета Береговуа Министра промышленности и устройства территории Фору Министра сельского и лесного хозяйства Налле Министра внешней торговли Роша Обращаясь к французским министрам, Николай Иванович Рыжков сказал, что Советский Союз Всегда придавал важное значение развитию отношений с Францией Рассматривая ее как традиционного партнера в европейских и мировых делах Новая советско-французская встреча на высшем уровне несет в себе сильный политический заряд Который должен стимулировать диалог и сотрудничество между нашими двумя странами Беседы Михаила Сергеевича Горбачева и Франсуа Миттерана Подтвердили также обоюдное желание, опираясь на созвучие внешнеполитических приоритетов И близость подходов к ряду ключевых международных проблем Углублять имеющееся взаимопонимание И там, где для этого созрели условия, переводить его во взаимодействие Советского Союза и Франции В интересах разоружения, упрочения доверия и безопасности, строительства мирного будущего Европы Французские министры поделились впечатлениями о своих контактах в Москве с советскими коллегами И информировали о намеченных конкретных мерах, нацеленных на существенное расширение делового сотрудничества двух стран Глава советского правительства обратил внимание французских собеседников на то, что по ряду направлений Существующие возможности сотрудничества и обменов используются явно недостаточно Невысоким остается уровень товарооборота, его структура практически не обновляется Участники беседы согласились с необходимостью сосредоточить усилия на общем повышении эффективности экономического сотрудничества И диверсификации его форм, в первую очередь, в промышленной сфере Достигнуты договоренности приступить к подготовке новой долгосрочной программы экономического, промышленного и технического сотрудничества между СССР и Францией А также об ускорении разработки соглашения о взаимной защите капиталовложений каждой из сторон на территории другой стороны В беседе приняли участие первый заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Госагропрома СССР, товарищ Мураховский Заместители председателя Совета Министров СССР, товарищи Воронин и Каменцев Присутствовали также руководители ряда французских фирм, поддерживающих активные деловые связи с Советским Союзом Сегодня в Варшаве открылась конференция председателей парламентов стран Европы, США и Канады «Сотрудничество во имя будущего Европы» Михаил Сергеевич Горбачев направил приветствие его участникам Столь высокий форум, говорится в приветствии, знаменует характерную для нашего времени взаимосвязь и взаимозависимость судеб стран и народов Растущая общность интересов европейцев, помноженная на вековой политический опыт, породила потребность в выработке коллективных подходов совместного поиска решений Михаил Сергеевич Горбачев пожелал высшим руководителям органов народного представительства стран Европы, США и Канады успеха в проведении форума и плодотворного продолжения сотрудничества на будущее Председатели парламентов стран Европы, США и Канады впервые встретились вместе Варшава – зал заседаний польского сейма Еще несколько лет назад такая встреча была бы невозможной В этом знамение нашего времени Открывая международную конференцию, маршал сейма Роман Малиновский отметил, что в таких важных процессах жизни нашего континента Как развитие демократии, как сотрудничество в области экономики, науки, техники, культуры, охраны окружающей среды Парламенты европейских стран могут и должны внести свой весомый вклад Мы не намерены подменять наше правительство Но мы хотим вывести эти процессы за стены кабинетов, сделать их делом всех народов Эта мысль была доминирующей в выступлениях многих ораторов С большим удовлетворением встретили присутствующее приветственное послание конференции Михаила Сергеевича Горбачева И генерального секретаря Организации Объединенных Наций Переса де Куэльева Перерыв Встречи с участниками конференции Я должен сказать, что парламентарии, встречаясь и беседуя между собою Обеспечивают тем самым большее взаимопонимание А большее взаимопонимание рождает несомненно и большее доверие А большее доверие это большая безопасность Вот мы хотим, значит, своей работой, своим участием в работе конференции Обеспечить большее понимание между парламентарием, между нами С тем, чтобы мы могли внести реальный вклад также в борьбе за мир За разрядку международной напряженности Нынешняя конференция, в которой я участвую с большим удовлетворением Это новый практический шаг в разработке концепции общеевропейского дома Хотя мы и понимаем, что окончание его строительства пока только перспектива Но я надеюсь, что роль парламентов Западной и Восточной Европы Обретет еще большее звучание Даст новый импульс процессу этого строительства Конференция продлится до 28 ноября Сегодня в Будапеште завершилась сессия Государственного собрания Венгрии В ее работе приняли участие Карл и Гросс, другие партийные и государственные руководители На сессии отмечалось, что в последнее время в экономике страны удалось добиться некоторых положительных сдвигов Замедлить темпы роста внешней задолженности, расширить экспорт Депутаты высказались за продолжение мер по перестройке экономической структуры Ускоренному использованию достижений научно-технического прогресса Расширенное заседание Высшего чрезвычайного совета по национальному примирению в Афганистане Состоялось сегодня в Кабуле На нем было отмечено, что за прошедшие 22 месяца в стране образовано 3800 комиссий по примирению на местах Благодаря усилиям которых на родину из Ирана и Пакистана вернулись более 175 тысяч беженцев По предложению комиссии из тюрем освобождено 16 тысяч заключенных На заседании выступил президент Афганистана Наджибулла Израильская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пригородам южно-ливанского города Сайда В результате 5 человек погибли, 14 ранены В нынешнем году это уже 25-й налет израильской авиации на территорию Ливана Президент Южной Кореи Ро Дэ У в обращении к населению страны Предложил принять во внимание извинения экс-диктатора Чон Духвана И простить его за совершенный в период пребывания у власти злоупотребления В обмен на отпущение грехов Чон Духвану Президент заявил о готовности властей освободить политзаключенных и ускорить процесс демократизации Призыв Ро Дэ У простить Чон Духвана вызвал недовольство населения В Сеуле и других городах Южной Кореи проходят массовые демонстрации протеста С требованием немедленного ареста экс-диктатора и его жены Между манифестантами и отрядами полиции произошли столкновения Чилийский диктатор Пиночет объявил, что в соответствии с Конституцией Он добровольно оставит пост президента страны 11 марта 1990 года Пиночет сделал это заявление в ходе торжественной церемонии, устроенной по случаю его 73-летия Чилийская оппозиция отметила эту дату акциями протеста Демонстранты скандировали лозунги с требованием отставки диктатора Представитель Госдепартамента США Редман заявил, что США считают необходимым освобождение Нельсона Манделлы И других представителей оппозиции для мирного решения острых внутриполитических проблем Южной Африки В восточной части Канады произошло землетрясение силой до 6 баллов по шкале Рихтера Его эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от города Квебек Землетрясение охватило большой район атлантических провинций Канады Пострадали линии электропередачи, нарушилась телефонная связь в Квебеке и Монреале Сейсмологи считают, что это сильнейшее землетрясение за последние 50 лет Подземные толчки ощущались в 9 штатах США, а также в Вашингтоне 25 ноября специальный транспортный самолет аэрофлота доставил в пекинский международный аэропорт около 9 тонн грузов Медикаменты, палатки, одеяло, одежду и другие товары первой необходимости Для населения южнокитайской провинции Юньнань, пострадавшего недавно от сильного землетрясения Совет министров СССР направил премьеру госсовета КНР Липену телеграмму соболезнования в связи со стихийным бедствием Необычная ранняя зима парализовала движение на дорогах Англии Туман и гололед превратили автомагистрали в настоящие ловушки для транспорта Зарегистрировано десятки аварий Есть человеческие жертвы В токийском зоопарке любимицей посетителей стала вот эта маленькая панда Она недавно появилась на свет И вот первая прогулка, правда, не без помощи мамы Сегодня в Арджоникидзе состоялся пленум Северо-Осетинского обкома КПСС, рассмотревший организационный вопрос Пленум освободил товарища Одинцова от обязанностей первого секретаря обкома КПСС в связи с уходом на пенсию Первым секретарем обкома партии избран товарищ Засохов Работавший чрезвычайным и полномочным послом СССР в Сирийской Арабской Республике На улице Чехова в Москве открыт культурный центр имени Ленинского комсомола Этот прекрасный зал, голубой, так его здесь называют, неизвестен многим зрителям театра имени Ленинского комсомола Так что знакомство здесь двойное Во-первых, с творчеством прекрасного художника Николая Нейтбайла А во-вторых, с задворками линкома Ну что ж, название может быть несколько экстравагантное Но именно с вечера под таким названием и начиналась культурно-просветительная деятельность этого популярного коллектива Как вы относитесь к открытию этой выставки и что для вас, может быть, самого интересного в ней? Ну, я очень рад, что театр Ленинского комсомола так расширяет диапазон своей работы Это замечательное начало Я думаю, что нас ждет в театре очень много еще интересного Что касается выставки художника Николая Нейтбайла Я думаю, это, ну, просто примета нашего времени Я рад, что я здесь Мне очень нравится этот художник Это замечательное, радостное искусство Необычное во многих своих проявлениях С некоторыми картинами хотелось бы просто существовать рядом Они вселяют огромный запас бодрости и радости А некоторые картины, что мне особенно близко Я их назвал бы сражающимися картинами Сказочный мир России Простой и лукавый Щедрый в своих чувствах Вызывающий добрую улыбку Таким мы видим этот мир на полотнах Николая Нейтбайла Художника, который учился прежде всего у своих родителей Которые окончили в Кутемас И вместе с Мавриной, Кузьминым и другими Входили в известную группу 13 Как определить главный жанр, в котором работает Нейтбайла? Наверное, лубок Художник говорит, я рисую для людей И надо, чтобы искусство было им понятно Сейчас Николай Нейтбайла Оформляет для издательства Московский рабочий Книгу Фазилия Искандера Сандро из Чегема Может быть, звонкость этих красок На полотнах Нейтбайла Это наследственное От потомственных перцских богомазов По линии матери А может быть, тут прежде всего Сказались впечатления От поездок художника по Карелии, Сибири Русскому северу Во всяком случае, Россия живет и дышит В этих удивительных картинках Николая Нейтбайла Добрый вечер, товарищи Мне приятно сообщить вам Что мировые рекорды на соревнованиях Супертяжеловесов в Австралии Установил минчанин Леонид Тараненко Он толкнул штангу весом в 266 килограммов И в сумме двоеборья тоже мировой рекорд 475 килограммов На шахматной олимпиаде в Солониках Продолжают лидировать и мужская И женская сборные Советского Союза Сегодня в 12-м туре Наши гроссмейстеры обыграли Датчан со счетом 3-1 Счет в матче женских команд Советского Союза И Чехословакии пока Полтора очка на полтора И одна партия еще играется А сейчас я хочу пригласить вас На искусственную ледовую дорожку Динамо, где я побывала сегодня утром Здесь проходят престижные соревнования Конкобежцев в памяти Николая Киселева Соревнования, которые дают старт Советским мастерам в большом сезоне Но, к сожалению, здесь Несмотря на большое представительство Самых разных городов нашей страны Конкобежцев Мы не видим наших сильнейших Почему? Вопрос тренеру сборной СССР Юрию Матвеевичу Чистякову Я думаю, что в этих соревнованиях Необходимо было участвовать всем Эти соревнования являются основными Для прохода для дальнейших стартов Плюс ко всему мы могли бы подвести Итоги нашей ледовой подготовки Когда наши конкобежцы смогут Делом доказать, что все-таки Они двинулись с места Начали перестраиваться Ну, я считаю, что рассчитывать В этом сезоне на такой огромный успех На международной арене В чемпионате мира Я думаю, что не приходится Слишком маленький срок После наших неудач в Калгари К следующей олимпиаде Все-таки должны подготовить Это наш любимый вид спорта Началось новое олимпийское четырехлетие И пора Пора нашим конкобежцам От слов переходить к делу Что же касается сегодняшних соревнований То после первого дня Впереди Кирилл Клишко из Красногорска Сильнейшие конкобежцы Начали сегодня борьбу за Кубок мира Женщины соревновались в столице ГДР Мужчины в западном Берлине Первые три места На обеих дистанциях Пятьсот и полторы тысячи метров Заняли спортсменки ГДР Лучшей была Ангела Хаук Ленинградка Татьяна Денисова На короткой дистанции Лишь восьмая Состязания в западном Берлине Оказались более удачными Для наших скороходов Москвич Андрей Бахвалов Был вторым вслед за олимпийским чемпионом Из ГДР Увы Йенсом Майем На дистанции пятьсот метров Менчанин Игорь Железовский Быстрее всех С рекордом катка Одна минута пятьдесят семь и сорок три сотых секунды Пробежал полторы тысячи метров Удачно начали сезон наши саночники Юрий Харченко стал победителем Первого этапа турне Трех трасс в Оберсхофе ГДР Француженка Карли Мерль Перечеркнула все надежды Хозяек трассы В австрийском местечке Шладминге Выиграв первый этап Очередного розгорша Кубка мира В супергигантском слаломе Четверть секунды Она выиграла у австрийки Мейер и почти секунду У другой горнолыжницы из Австрии Бахтер Самым большим сюрпризом Стартового этапа Специалисты признают Довольно неудачные попытки Двух знаменитых спортсменок Из Швейцарии Фиджини и Шнейдер У них лишь седьмой и девятый результаты По сведениям Гидромедцентра СССР Завтра 27 ноября В Эстонии 1,6 градусов мороза В Латвии и Литве От минус трех до плюс двух В Белоруссии 0,5 градусов В Молдавии 0,5 На Украине 2,4 градуса На юге Крыма 5,10 градусов тепла На Северном Кавказе 0,5 градусов На Черноморском побережье 14,19 градусов тепла В Мурманской области 8,13 градусов мороза В Архангельской области Минус 7,12 В Ленинграде Снег 7,9 градусов мороза В Москве Ночью минус 4,6 Днем 2,4 градуса мороза Снег 7,9 градусов мороза Снег 7,9 градусов мороза